Сериальный трындец Первый сезон Доктора Хаоса А мне вот день четвертый больше по душе Да В этой атмосфере легкого летнего уныния Хочется сказать, не надо печалиться Вся жизнь впереди А точнее осень уже близко Зима же близко Осень, Зинаида Петровна близко И вот, собственно, телеканалы Начали публиковать даты Долгожданных осенних премьер Самым первым нас порадовал канал ABC, как сообщила телесеть Уже 21 сентября На малые экраны вернется комедийный Детектив Кассл В котором нам покажут новые истории О писателе и детективе Ричарде Кассле Следом за ним 23 сентября выйдет новая серия Ситкома Американская семейка Ну а 29 сентября Стартует третий сезон Агентов Щит Это ты, конечно, про русское слово Щит говоришь А не про английское Само собой разумеется Не отстает, конечно же, и канал CBS Который также недавно анонсировал даты осенних премьер 25 сентября, как обещает канал На экраны вернется экшн-детектив Полиция Гавайев Ровно через месяц, 26 октября Состоится долгожданная премьера Нового супергеройского сериала Супергелл Гелл? Гелл, да, Супергелл А 5 ноября начнется показ Четвертого сезона сериала Элементарно О Шерлоке Холмсе, конечно же В нем, кстати, впервые будет представлен Отец главного героя в исполнении Джона Нообла А что там с теорией Большого Взрыва, мои любимые, денег? Кстати, о теории Большого Взрыва Она вернется на американские экраны 21 сентября То есть слот будет перенесен вновь на понедельник Но уже через несколько недель Вновь вернется в вечерний слот четверга И уже с тех пор будет, как говорится, идти по своему руслу Так что осталось дождаться начала нового сезона Ну и на посошок 24 сентября Канал NBC покажет первые эпизоды сериала Герои Возрождения А также популярного криминального триллера Черный список То есть обе премьеры в один день Нет времени объяснять, Зинаида Петровна Потому что у нас сейчас, внимание Спойлерный я! В пятом сезоне сериала Американской истории ужасов Уже точно сыграют Деннис О'Хэр И Финн Уитрак Что у первого фамилии, что у второго имя Ох ты ж, я не знаю Ну а вот Аарон Пол, известный всем по сериалу Во все тяжкие, как Джесси Пинкман Присоединится к актерскому составу Грядущего сериала The Way Который выйдет на сервисе Hulu Всем временем в пятом сезоне Американского сериала Родина Тоже ожидается необычное пополнение Как рассказала продюсер шоу Линка Глаттер В нем появится Владимир Путин Что? Прям настоящий? Нет, просто российский президент Станет одним из персонажей сериала С которым столкнутся главные герои Причем кто именно сыграет Путина Пока даже неизвестно При этом Глаттер добавила, что в новом сезоне Который выйдет уже этой осенью Герои также будут бороться с исламским государством И кибертеррористами Кстати, что примечательно Владимир Владимирович Путин Уже становился прототипом героя В сериале «Карточный домик» В нем российского президента сыграл датчанин Ларс МакКильсон Совсем недавно стало известно Что канал Fox приступил к разработке сериала Об известном иллюзионисте Гарри Гудини И писателе Артуре Конан Дойле Под незамысловатым названием Гудини и Дойл В этом шоу великие иллюзионисты Создатели Шерлока Холмса Объединятся, чтобы расследовать преступления Сверхъестественного характера Как эти братья Винчестеры На день! Вроде того, да Кстати, Гудини и Дойл действительно дружили в реальной жизни Хотя иллюзионист был ярым противником теории о потусторонних мирах А вот писатель Конан Дойл наоборот Вверил во всяческие паранормальные явления Так что можно смело предположить, что телетандем этих двух героев будет очень даже интересным Ну а у самого сериала есть все шансы на успех Ведь работу над ним возглавит создатель Доктора Хауса Дэвид Шоу А главной роли исполнят Майкл Уэстон и Стефан Мэнген Правда, вот о дате выхода этого шоу нам пока ничего не известно Новость еще об одной теленовинке пришла от Кевина Спейси Как выяснилось, исполнитель главной роли в сериале «Карточный домик» создаст еще одну политическую драму всем злопыхателям на зависть Его продюсерская компания под названием Trigger Street Productions подписала контракт об этом со студией 20-й век Фокс И опять Фокс! Да, вот так получилось опять и снова, Зинаида Петровна Этот новый сериал будет называться «Резидент» и речь в нем пойдет об отношениях известных семей президентов с Белым домом Снимется ли сам Спейси в этом шоу, пока неизвестно Но учитывая, что новый сериал сравнивают с «Карточным домиком», шансы на это все-таки есть Свой сериальный вопрос нам сегодня задает Илья Илья спрашивает Денис, Зинаида Петровна, привет Недавно услышал, что сериал «Ганнибал» закрыли В связи с этим у меня только один вопрос Да как так-то? Ну почти, Зинаида Петровна, Илья сделал еще короче вопрос Он спрашивает, как? Понятно Привет Илья, ты действительно все правильно услышал Канал NBC не будет продлевать сериал «Ганнибал» на четвертый сезон из-за низких рейтингов Создатель сериала Брайан Фуллер уже поблагодарил канал за то, что он терпел у себя это шоу От которого, цитата «У людей в комитете по стандартам телевещания кровоточили глаза» Впрочем, при этом Фуллер не отчаивается Он намерен найти своему детищу новый дом Так что у поклонников сериала пока еще есть хоть чуть смутная, но все-таки надежда Это была видео-версия программы «Сериальный трындец» Я напоминаю, что аудио-версию вы можете услышать на волнах Радио Максимум Ну а видео-версию только на нашем Ютуб-канале Так что подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями С вами был Денис Колесников До следующей недели, друзья Счастливо, пока Озвучено по версии «Ку-ку-ку-раш-бомбей»